С 12-й версии Lightroom и 14-й камеры RAW у нас при обработке наших изображений появилась возможность наконец-то использовать маски на основе искусственного интеллекта. Давно мы ждали и наконец-то дождались. И вот буквально недавно компания Adobe добавила в маски еще одну функцию, теперь там есть возможность корректировать тоновую кривую. Итак, маски — это мощный инструмент, позволяющий локально изменять и улучшать наши изображения. Но для того, чтобы правильно использовать маски, необходимо знать возможности этого инструмента. И сегодня мы пройдемся с вами по основным фишкам Lightroom и камеры RAW. И неважно, где вы работаете, и там, и там, этот инструмент реализован абсолютно одинаково. И также этот видеоролик станет полноценным дополнением к моему курсу Lightroom от А до Я. Ну, а если ты впервые на моем канале, по ссылочке к этому видео переходи на мой сайт и забирай в подарок набор пресетов в Desire. Ну, а если ты хочешь поддержать мой канал, то в обмен на донат ты можешь получить доступ к премиум пресетам. С примерами обработки также можно ознакомиться на моем сайте. Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Напоминаю вам, что меня зовут Серджио. Желаю вам прекрасного настроения, и мы переходим к теме этого видео. Друзья, маски находятся у нас с вами в верхней панели. И для того, чтобы их активировать, необходимо нажать на самую правую кнопку, вот в виде вот такого вот кругляшка. Маски открываются, и мгновенно искусственный интеллект начинает искать на нем людей. И после того, как мы наведем курсор на модель, одну или вторую, у нас автоматически наложена маска. Здесь подробно останавливаться нет смысла. Тут все очень просто. Маска автоматически сразу определяет человека, накладывает на него маску. Далее, если вы выберете одного персонажа или другого, он также разложит вашу модель на различные маски. Автоматически стоит галочка «Человек целиком». Но также вы можете обратить внимание, что вы отдельно можете выделить кожу лица, цвет лица, брови, губы, зубы, волосы и отдельно одежду. И если вы поставили галочку, например, на одежде, вы после этого кликаете «Создать маску». Маска теперь уже создается, она появилась, открывается панель настройки маски. И здесь уже конкретно по этой маске локально вы можете что-то изменить, что-то улучшить. Если это одежда, можно добавить текстуры, можно поиграть немножко с светом, добавить насыщенности и так далее. Тут все зависит от вашего творчества и от вашей фантазии. Что касается определения и обработки людей на фотографии, тут все понятно. Но теперь давайте обратим внимание на саму панель, что же она содержит. Итак, в этой панели все маски можно разделить на две большие категории. Первая – это маски, которые работают на основе искусственного интеллекта. И в панели они выделены тремя крупными квадратными миниатюрами. Это предмет, небо и фон. Ниже мы с вами видим объекты, кисть, линейный, радиальный градиент и диапазон. Это функционал масок, которые работают вручном, в мануальном режиме. Давайте ознакомимся все-таки с верхней панелью, как же она работает. Итак, что такое предмет? Собственно говоря, если у вас не портрет, а какая-то фотография, пейзажная или тревел-фотография, неважно. Искусственный интеллект определяет, какой основной объект на этом снимке. Кликаем на него и давайте посмотрим, что у нас произошло. Итак, в качестве предмета у нас определился каменный папа в Ватикане и немножко задел рядом женщину. Ну, искусственный интеллект может ошибаться. Давайте мы эту погрешность простим. Инструменты в масках позволяют нам эту маску скорректировать. Ну, помимо того, что вы можете выбрать другой цвет, если вам не нравится. Не красный, а любой синий, зеленый. И это иногда необходимо, если вы обрабатываете фотографию, на которой находится тот или иной цвет. То есть, если на фотографии много красного, соответственно, цвет маски лучше поменять. Ну, и так далее. После того, как маска определилась, у нас внизу добавляются две кнопки «Добавить» или «Вычесть». Этот инструмент позволяет нам доработать маску вручную. Итак, как мы видим уже из работы маски, что у нас объект все-таки вот каменный папа, нам нужно убрать отсюда то, что он зацепил слева искусственный интеллект. Поэтому мы кликаем «Вычесть». В данном случае лучше всего выбрать кисть, хотя можно даже взять и линейный градиент. Ну, кисть, понятно, вы работаете в ручном режиме. Если, смотрите, выбираем линейный градиент, вот мы сюда вот проводим, и он мгновенно убирает все лишнее, все. Эта маска у нас исключена. Далее, друзья, кликаем еще раз маску. Мне необходимо добавить. Вот здесь есть некоторые элементы, где искусственный интеллект ошибся. Давайте я кликаю «Добавить». Выбираю «Кисть». Колесиком мыши вы можете менять размер кисти, а если вы будете удерживать shift, то у вас будет меняться диапазон растушевки. И вот здесь вот таким образом я маску могу добавить. Добавлять и вычитать можно сколько угодно. Иду «Вычесть», выбираю «Кисть» и, например, убираю вот тут вот ненужные мне объекты, которые попали в периметр маски. Ну и далее, друзья, после того, как вы определились с маской, вы можете непосредственно уже выделить ее и продолжить вашу регулировку, что вы хотите здесь делать. Увеличить экспозицию, насыщенность, добавить контрастности, или, может быть, поиграться немножко с цветом. И теперь, друзья, давайте мы с вами удалим все маски. Вот здесь есть такая функция. Удаляем маски и смотрим. Небо давайте пока пропустим. У нас есть фон. Кликаем на фон. Я вам специально показал на этой же фотографии, потому что, обратите внимание, как сработал искусственный интеллект. Фон — это просто навсего предмет, на который была наложена инверсия. Тем не менее, фон определился. Ну и, соответственно, с тем же подходом, как я уже показывал, можно взять кисть или любой другой градиент и доработать фон, и поработать отдельно с фоном. Таким образом, у вас получают слои, и вы одним слоем можете обработать объект, а другим слоем можете обработать фон вашего изображения. Двигаемся дальше, друзья. Итак, у нас есть небо. Понятно, что здесь искусственный интеллект определяет небо. Кликаем на него и смотрим, что происходит. Достаточно быстро у нас определяется маска. Я, соответственно, также могу поработать здесь, добавить насыщенность, поиграться экспозицией, поменять температуру и так далее. Это очень здорово и удобно. Ну и, соответственно, также, если у вас здесь искусственный интеллект немножко где-то что-то напортачил, кликаете на слой с маской, и у вас можно либо добавить маску, либо вычесть. Таким образом, как работает предмет неба и фон, понятно. Давайте перейдем теперь дальше. Объекты. Что такое объекты? В панели объекты вы можете выделить конкретный объект, указав на маску вручную. Вам здесь дается два инструмента, либо кисточка, либо прямоугольник. Давайте попробуем, выберем вот здесь вот прямоугольничек, и я, например, сделать хочу вот здесь, в этом храме, немного посветлее окошки. Далее, смотрите, что я делаю. Я прямоугольником выделяю область, на которую я хочу наложить маску. Как вы видите, искусственный интеллект очень неплохо определил границы этого окна, выделил мне его, и я, соответственно, дальше могу уже поработать. Как мы уже с вами знаем, масок можно добавлять много. Если нам необходимо дальше работать с масками, я кликаю на плюс. Новая маска. Здесь выбираю опять объекты, и двигаюсь дальше, таким образом выделяя окошки и дорабатывая их. И теперь давайте посмотрим, как кисточка. Выбираем новую маску, объекты. Здесь слева режим, выбираем кисть. У нас с вами появляется вот такая вот мишенька, и мы можем теперь просто кистью обвести какой-либо объект, и посмотреть, как сработает маска. Видите? Замечательно, очень здорово. И я могу также здесь поработать с этим объектом, каким-то образом его выделить, обратить на него внимание зрителя. Ребят, вернемся с вами к одной из предыдущих фотографий с римским папой. И я вам хочу показать одну очень интересную функцию. На слой маски, если вы кликните на три точки, то у вас выскакивает вот такое вот меню. Скрыть, дублировать, удалить, переименовать и так далее. Это все понятно, это легко и просто, вы разберетесь. А вот что такое добавить пересечение с маской с помощью, и здесь вам выбирается предмет, небо, фон, люди и так далее. Что же это такое? При помощи этой функции можно изменить периметр наложения маски. Что же это значит? Вот, например, у меня есть объект. Я хочу добавить легкое небольшое свечение за ним, для того, чтобы каким-то образом его немного отделить от фона. Друзья, что мы с вами делаем? Кликаем три точки, выбираем инвертировать маску, ну, либо мы работаем с фоном, как вы уже поняли. Вот, таким образом у нас выделяется объект, выделяется фон. Далее, нажимаю на три точки, выбираю, добавить пересечение с маской с помощью, например, радиальный градиент. И смотрите, я выбираю радиальный градиент. Если я удерживаю кнопочку shift, то у меня круг получается четкий. Кнопочку shift отпускаю, и, соответственно, круг можно сделать овальным. Имейте это в виду. Удерживая кнопочку shift и двигая колесом, вы можете изменить область растушевки. И вот теперь, друзья, смотрите, как работает пересечение. Мой радиальный фильтр поставил ограничения на маске, выделяется объект, и моя маска выглядит как ровный круг вокруг моего объекта, и я могу здесь поработать. Могу, например, добавить немного свечения. Смотрите, я прям добавляю немножко экспозиции. Если вот тут мелькает маска, она вам мешает, вы можете галочку уже снять. Вы уже увидели, какое было выделение маски, поэтому теперь можно смотреть только на объект. Ну вот, смотрите, вот как работает, видите, можно добавить свечение. Но так лучше, конечно, не делать. Можно здесь добавить буквально там 2-3 шага, понизить контрастность. Это тоже дает легкое, еле заметное осветление. И таким образом наш объект стал такой более интересный для взгляда. Вот давайте здесь есть глазик, и мы можем посмотреть без наложения маски и с наложением маски. Ну и таким образом выбираете функцию добавить пересечение с маской с помощью линейный радиальный градиент и так далее. Здесь вы уже потренируете сами. Вы запомните только одно. Вы можете ограничить область вашей маски. Если это будет, соответственно, линейный градиент, вы можете какой-то объект только выделить наполовину или какую-то часть его скрыть этой маской. И таким образом у вас появятся дополнительные возможности по регулировке, по улучшению вашего изображения. Давайте вернемся с вами к предыдущей фотографии и посмотрим, что здесь можно еще сделать при помощи масок. Ну, как вы помните, как вы только наложили хотя бы одну маску, у вас общий инструментарий вот здесь вот панели исчезает. И вы работаете теперь в маленькой панели, которую можно скрыть и ее раскрыть. Кликаем новая маска и давайте посмотрим, как работает у нас функция диапазон. Что это такое? Цветовой диапазон позволяет нам наложить маску и внести соответствующие изменения, учитывая цвет. Давайте кликнем цветовой диапазон. У нас сразу появляется пипетка и мы можем здесь выбрать цвет. Я хочу здесь доработать немножко вот это вот закатное солнышко, сделать его более насыщенное, более интересное. Поэтому здесь на этом изображении я выбираю, пожалуй, самую насыщенную такую вот точку, где-то примерно будет вот здесь. И вот, как видите, у меня появился цветовой диапазон. Вот и как раз получается, красную маску мы теперь не видим. И выбираем другой цвет для того, чтобы визуально было удобнее работать с этой маской. Закрываем панельку и теперь давайте посмотрим, что у нас появляется. У нас открылась дополнительная панель. Мы теперь видим вот здесь вот цветовой диапазон, это образец цвета. И ползунок уточнить. Мы, соответственно, можем либо уменьшить нашу масочку, уменьшить ее размер, либо сделать больше, она распространится и слегка затронет соседние области. Давайте я сделаю слегка побольше. И теперь, если мне уже не нужно выделение маски, я галочку могу снять. Маска, соответственно, наложена. И дальше я могу здесь добавить насыщенность. Давайте я сделаю посильнее, чтобы вам было заметнее. И как вы видите, именно в выбранном диапазоне цвета мы можем добавить соответствующие какие-то изменения. И сделать фотографию более интересной. Такой инструмент очень здорово применять именно на пейзажной фотографии. Вы можете поработать с конкретным цветом. Например, сделать более красивый свет от заходящего солнца. Друзья, переходим дальше. У меня есть вот такой интересный городской снимок, снятый во время прогулки на катере по каналам Питера. И на этой фотографии, друзья, я вам хочу показать, как работает диапазон яркости. Это практически так же, как и случай с цветом. Только здесь искусственный интеллект создает маску, используя светлые либо темные участки изображения. Вот, например, на этой фотографии, на этом небе, я хочу сделать более такое текстурное, яркое небо. И хочу добавить немного в темные участки, более контрастности, более такой темноты. Чтобы небо стало более тяжелое, более такой угрюмое. Ну, мне так хочется. Давайте выбираем диапазон яркости. У нас появляется пипетка. И я выбираю самую темную область на этих тучках. Кликаю. Маска наложилась, но она наложилась не совсем корректно в моем случае. Потому что выделились все темные области, которые похожи по своей яркости на ту точку, которую я выбрал. И для этого у нас есть вот такая вот шкала. И вы посмотрите, когда мы двигаем левый ползунок. Вы сокращаете маску, убираете ее с более темных объектов. И снижаете диапазон маски таким образом. И правая часть, правый ползунок, вы убираете с светлых объектов. И посередине у нас есть вот такой вот квадратик с ушками. Этот квадратик уже в выбранном объекте меняет растушевку. После того, как вы немного поработаете, вы поймете, как это устроено. Все достаточно просто. Итак, я выбрал маску. Если мне необходимо также убрать с объектов, которые не нужны, я, соответственно, выбираю вычесть. И вот здесь у меня затронуло немножко людей. Вот здесь я вот эту маску полностью смахну. И теперь давайте просто добавим чуть-чуть контрастности, а экспозицию немножко уведем влево. И таким образом небо получилось у меня более такое драматичное, чем уже в обработанной фотографии. Диапазон глубины резкости работает абсолютно так же. Это единственное условие, что для того, чтобы производить корректировку этого параметра, у вас должна быть снята фотография не просто с глубиной резкости, а еще параметры глубины резкости должны с объектива записаны в экзив вашего файла. Не все фотоаппараты это умеют делать, не все камеры. Поэтому мы это с вами пропустим, оставим на закусочку, разберем как-нибудь в следующий раз. Ну вот, друзья, в принципе, на этом все. Я вам показал основные фишки масок. Я думаю, теперь вам проще будет обрабатывать ваши фотографии и удивлять ваших зрителей. С вами, как всегда, был Серджо, друзья. Желаю вам счастья, любви, мира и добра, творческих высот красивых фотографий. Всем всего доброго и до скорой встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok